Девушки отдыхают 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 были подготовлены институтом языкознания имени Акмеда Борисовцева. Правила, основные все правила в полном объеме опубликованы в произведении Республиканской Годи и Елен-Казахстан от 18 января 2019 года. Кому интересно, можете для себя сделать прощутку, расчетки, начинка и прозветы, чтобы у вас эта информация была. Орфография основывается на законе синдромонизма казахского языка о глютинативном строении кубских языков и в всеобщем законе экономии письма. Каковы же основные принципы казахской адвократии на основе латинской графики? Новое казахское письмо на основе латинской графики позволяет по возможности небольшим числом букв, вы уже заметили, что раньше в алфавите было строить первого, теперь 32, полной и вместе с тем просто передавать на письме звуковую форму языка. Орфография обеспечивает правильное, соответствующее, орфоэпическое новом письмо. Новая казахская орфография на основе латинской графики состоит из 9 разделов. Правописание гласных и согласных, правописание корневых слов и хашистов, раздельное написание слов, слитное написание слов, написание сложных слов, чем хашист, прописные буквы, буквенные аббревиатуры, правописание носа. Основную область орфографии составляет передача средствами казахской графики иноязычных слов. В заимствованных словах могут произноситься такие звуки, которых нет в казахском языке. Если написание исконно казахских слов подчиняется в основном понематическому принципу, то заимствованные слова пишутся по астлантическому принципу. То есть они будут переломляться согласно орфографическим нормам казахского языка. Ну вот здесь вот, например, видно, вот теоретическая буква ЙО, обозначающая звук ИО, да? ИО, и как было в русском языке. В новом казахском языке на основе латинской графики передается буква, обозначающая национальный звук И, специфический звук И. В новом казахском языке, в этом языке, он будет передаваться последствием АКУ, да? Сверхнего насрочного знака припинания в виде удаления. Ну, допустим, на примере уже вместо ИО, в слове маневр, да, будет писаться И. Кто сможет прочитать? Маршанна? Ну, З. Давай, попросту. Прочитай вот все слова, получается, в новом произношении. Актер, режиссер, через ИО. Войны казахцы в Индии, а? ИО, получается, и словно, когдаское произношение возвращается к АКУ. Ну, вот, допустим, инхарактеризм, мне казалось, что вы не скажете, как иеричное буквально будет писаться и читаться как Е. Элиен. Ну, Элиен. Елиен. 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 Син… Мести. Да. Ценали. Сочетание языков Т, Ч creation. Согласно канартскому произношению, буква Ц опускается. Меч. Скоечка, течка, матч. Ис-пэ. Ну здесь как-то близко, да, в произношении все равно. Разделитель негатив на, не свойственное для казахского языка передает, перед буквой Ю опускается. Так, допустим. Ханюк плюсы. Так, ханюк луна. Ханюк тиви. Ханюк тиви. Ханюк тиви. Пишет из буквы языка букв «поя» передается буквосочетание «пи», «а», а также буквы, обозначающие национальный звук «э», передаваемый посредством «а». Допустим. Вместе давайте. Явни, «поя», «зивее», «заврак», «аплюмлятор», «заврак», «заврак», «заврак». Слушаем. Следующее. Разделительный мягкий знак опускается и тогда читает «аплюмлятор», «заврак». Для смягчения слов вместо мягкого знака, по закону синхармонизма, используются мягкие гласки. Получается антифант, где-то он просто опускается, где-то заменяется специфическим мягким словом, для того, чтобы, когда к слову будут присоединяться аффиксы, суффиксы окончания, так что синхармонизма не нарушать. Если слово с твердым гласным, твердое присоединяется, если с мягким, мягким, да? И, соответственно, заменяется на мягкие гласки. Читаем вместе. Средняя слова одна из дворовых слов опускается, что отвечает принципу экономии письма. Латинская графика направлена на то, чтобы было это точно не читать письмо наше. Читаем вместе. Опускаем отель. Опускаем отель. Такое написание и предложение больше соответствуют природе казахского языка. Кому-то интересно, можете прочитать в полном объеме правила. Там есть и на правила переноса, и как использовать битвиз, и много-много другого. Спасибо большое, Айкуль. Ну, а сейчас мы хотим, чтобы вы немножко поработали творчески. Вы, наверное, когда зашли, увидели, что стоят три стола, да? Вот, можете обратить внимание, да? Сейчас немножко разомнемся, а потом ваше задание будет творческое следующее. Вам на вакуане нужно будет изобразить тему. Три язычия, стиль жизни молодежи. Можете рисовать, писать. Но все это должно быть на трех языках. Государственный, английский и русский. Хорошо? А сейчас, уважаемые команды, мы умерены, что вы со мной согласитесь, что молодежь всегда ищет новых и ярких впечатлений, так? Да. Не слышу вашего ответа, так? Да, да, да. И мы хотим зарядить вас волной драйва, положительной энергией и яркими эмоциями перед выполнением вашего задания. Ваши задачи сейчас прикоснутся к этим положительным эмоциям и передать их другому участнику. Мы надеемся, что они снова вернутся к нам и добудут 100% энергии и готовности. Все, все зарядились. Ну а сейчас я попрошу вас подойти к столам и приняться за работу. Да. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...